Самое красивое и точное на свете 85 лет московскому метро Самое красивое и точное на свете 85 лет московскому метро 11 часов 28 минут 15 мая 2020 года, обновлено 11 часов 42 минуты 15 мая 2020 года, московское метро это не просто основа транспортной системы столицы, но целый подземный город с собственными традициями и легендами. Его прошлое и настоящее в фотоленте RIA.ru Знак авторского права RIA новости история московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции Сокольники до Парка Культуры. Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода красный пролетарий Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет номер первой серии А. Один из 29-ти история московского метрополитена началась 15 мая 1935 года, когда стартовало движение поездов от станции Сокольники до Парка Культуры. Первым пассажиром подземки стал герой труда с завода красный пролетарий Петр Николаевич Латышев, именно ему продали билет номер первой серии А. Знак авторского права RIA новости Знак авторского права RIA новости, Евгений Одиноков, хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре. Два из 29, хотя московское метро по городским меркам достаточно молодо, с ним связано немало домыслов и легенд. Например, существовал миф, будто маршрут кольцевой проложили по контуру кружки Сталина, которая стояла на карте Москвы и из которой пролился кофе. История красивая, но выдуманная. Линию с самого начала задумали как пересадочный контур. Кольцо должно было объединить как существующие участки, так и те, что появились бы в будущем, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Одиноков Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пятаков в 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции Курская кольцевая и сейчас есть надпись Курская большого кольца 1945-1949. Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца. 3 из 29 в 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. На станции Курская кольцевая и сейчас есть надпись Курская большого кольца 1945-1949. Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии примерно в границах Бульварного кольца. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Пятаков Знак авторского права РИА Новости, Наталья Селиверстова в проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция кольцевой линии объект культурного наследия регионального значения. На фото, скульптура рабочий дружинник у павильона станции Краснопресненская. 4 из 29 в проектировании метро принимали участие видные советские архитекторы. Каждая станция кольцевой линии объект культурного наследия регионального значения. На фото, скульптура рабочий дружинник у павильона станции Краснопресненская. Знак авторского права РИА Новости, Наталья Селиверстова Знак авторского права РИА Новости, Владимир Вяткин, чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса. 5 из 29, чтобы проехать все кольцо и выйти на той же станции, понадобится всего полчаса. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Вяткин Знак авторского права РИА Новости, Рамиль Сиддиков, на радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами, от центра женскими. На кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские при против часовой. 6 из 29 на радиальных линиях станции при движении к центру Москвы объявляют мужскими голосами, от центра женскими. На кольцевой мужские голоса объявляют станции при движении по часовой стрелке, а женские при против часовой. Знак авторского права РИА Новости, Рамиль Сиддиков Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов, вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манезера на станции Площадь Революции. Одна из самых популярных фигурок разведчик с собакой. Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу. 7 из 29 вряд ли есть в Москве такой человек, который не слышал бы о магической силе скульптур Матвея Манезера на станции Площадь Революции. Одна из самых популярных фигурок разведчик с собакой. Студенты, чтобы сдать экзамен, приезжают сюда, чтобы потереть нос или лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят удачу. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов Знак авторского права РИА Новости, Рамиль Сиддиков. Сегодня метрополитен это 15 линий, 238 станций, не считая Московского центрального кольца, и 8,5 миллионов пассажиров в день. Абсолютный рекорд зафиксировали 26 декабря 2014 года, тогда подземкой воспользовались 9 миллионов 715 тысяч 635 человек. Знак авторского права РИА Новости, Рамиль Сиддиков Знак авторского права РИА Новости, Кирилл Калиников. Средний интервал между поездами в московском метро составляет 2,5 минуты, а в часы пик состава ходит каждые 90 секунд. По словам главы столичного департамента транспорта, пунктуальность работы подземки составляет 99,98%. Знак авторского права РИА Новости, Кирилл Калиников Знак авторского права РИА Новости, Аркадий Шайхетт. В годы Великой Отечественной войны метро было для москвичей бомбоубежищем, библиотекой, концертным залом и даже больницей. На некоторых станциях располагались военные и государственные учреждения. Так, на Маяковской находился командный пункт московского штаба ПВО, отсюда была налажена связь со всеми районами города и с фронтом, велось руководство обороной столицы. Знак авторского права РИА Новости, Аркадий Шайхетт. Право РИА Новости, П, Миниф в 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам. 11 из 29 в 1960-е годы метро стремительно расширялось. Ветки подземки протянулись к отдаленным районам города, в вестибюлях появились турникеты, а сами станции начали строить по типовым проектам. Знак авторского права РИА Новости П. Мини в знак авторского права РИА Новости Евгений Беятов. Масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линии и количества станций подземки. 12 из 29 масштабная программа развития метро продолжается по сей день. Сегодня в столице реализуют проект удвоения протяженности линии и количества станций подземки. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Беятов. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Самарин. Сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек, машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. 13 из 29 сложнейшей транспортной системой транспорта управляет огромный коллектив. В московском метро работают 60 тысяч человек, машинисты, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Знак авторского права РИА Новости, Евгений Самарин, знак авторского права РИА Новости, Кирилл Калиников в честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них поезд галереи «Акварель» с репродукциями картин запустили ко дню защиты детей в 2007 году. 14 из 29 в честь юбилеев, тематических акций и выдающихся личностей в Москве запускают именные поезда. Один из них поезд галереи «Акварель» с репродукциями картин запустили ко дню защиты детей в 2007 году. Знак авторского права РИА Новости, Кирилл Калиников, знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина, иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед днем победы в вестибюле станции Курская выступили музыканты Государственного духового оркестра. 15 из 29 иногда в метро происходят неожиданные акции. В 2017 году перед днем победы в вестибюле станции Курская выступили музыканты Государственного духового оркестра. Знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина, знак авторского права РИА Новости, Антон Денисов, а во время недели моды. Москва Fashion Week 2019 года коллекцию бренда Concept Store представили на станции метро Деловой Центр 16 из 29, а во время недели моды Москва Fashion Week 2019 года коллекцию бренда Concept Store представили на станции метро Деловой Центр Знак авторского права РИА Новости, Антон Денисов Знак авторского права РИА Новости, Евгений Одиноков Москва может стать одним из первых в мире городов, где заработает оплата проезда по системе распознавания лиц Тестировать нововведения в 2019 году Первыми двумя станциями, где появились видеокамеры, были Октябрьское поле и Сухаревское 18 из 29 из 22 апреля 2020 в Москве из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции ввели систему автоматического контроля цифровых пропусков Для проезда по городу можно использовать только карты тройка, стрелка и социальные карты Пассажирам необходимо включить номер электронной транспортной карты в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки Знак авторского права РИА Новости, Максим Блинов Знак авторского права РИА Новости, Алексей Куденко, метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города 19 из 29 метро по-прежнему играет ключевую роль в жизни города Знак авторского права РИА Новости, Алексей Куденко Знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина В 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции Ночь искусств В вестибюле станции Маяковская выступил коллектив 1-2 Оркестра 20 из 29 в 2016 году метро стало концертной площадкой для участников акции Ночь искусств В вестибюле станции Маяковская выступил коллектив 1-2 Оркестра Знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина Знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова В 2017 году пассажиры подземки смогли принять участие в мастер-классе по футбольному фристайлу, который проводил призер международных фестивалей Константин Гаврилов Знак авторского права РИА Новости, Екатерина Чеснокова Знак авторского права РИА Новости, Владимир Вяткин В 2003 году в канун 9 мая в московском метро открыли станцию Парк Победы В вестибюле платформы, который соединил самый длинный в мире эскалатор 126-метровый Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели Посвященные героическим страницам отечественной истории, отечественной войне 1812 и Великой Отечественной 1941-1945 годов 22 из 29 в 2003 году в канун 9 мая в московском метро открыли станцию Парк Победы В вестибюле платформы, который соединил самый длинный в мире эскалатор 126-метровый Станцию, облицованную гранитом и мрамором, украсили панно Зураба Церетели Посвященные героическим страницам отечественной истории, отечественной войне 1812 и Великой Отечественной 1941-1945 годов Знак авторского права РИА Новости Владимир Вяткин знак авторского права фото Московский метрополитен Новослободская одна из самых узнаваемых и красивых станций В вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений, звезд Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни 23 из 29 Новослободская одна из самых узнаваемых и красивых станций В вестибюль украшают 32 эффектно подсвечиваемых витража Причудливое сочетание разноцветных стекол образует подобие фантастических цветов, растений, звезд Внутрь витражей, в верхнюю часть, вставлены небольшие медальоны с изображением жанровых сценок идеальной мирной жизни Знак авторского права фото Московский метрополитен Знак авторского права РИА Новости Владимир Остапкович Логотип московского метрополитена Красная буква М с засечками у основания С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе 24 из 29 логотип московского метрополитена Красная буква М с засечками у основания С 1979 до 2014 год логотип имел синий контур в виде тоннеля в разрезе Однако при ребрендинге московского транспорта решено было создать единообразное начертание Знак авторского права РИА Новости Владимир Остапкович Знак авторского права РИА Новости Алексей Майшев Декабрьским вечером в 2019 году станция деловой центр подземки превратилась в арену ледового шоу «Щелкунчик» Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена Гости даже смогли покататься на коньках 25 из 29 декабрьским вечером в 2019 году станция деловой центр подземки превратилась в арену ледового шоу «Щелкунчик» Зрителями представления стали пассажиры, победившие в новогоднем конкурсе метрополитена Гости даже смогли покататься на коньках Знак авторского права РИА Новости Алексей Майшев Знак авторского права РИА Новости Алексей Филиппов Новогодний поезд курсирует в метро с 2016 года в декабре-январе и создаёт москвичам праздничное настроение В составе есть вагон, посвящённый Рождеству Знак авторского права РИА Новости, Алексей Филиппов, знак авторского права РИА Новости, Владимир Остапкович сейчас метро, как и весь город, переживает непростые времена. После введения в Москве режима самоизоляции количество пассажиров резко сократилось. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Остапкович, знак авторского права РИА Новости, Михаил Воскресенский. В метро каждый день с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки. 28 из 29 в метро каждый день с момента объявления пандемии коронавируса каждые полтора-два часа дезинфицируют вагоны и все поверхности, к которым прикасаются пассажиры во время поездки. Знак авторского права РИА Новости, Михаил Воскресенский, знак авторского права ФОТО, пресс-служба Московского метрополитена, несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города. На ФОТО, машинист электропоезда Московского метро Николай Петров. 29 из 29 несмотря ни на какие трудности, подземка продолжает работать по обычному графику и обеспечивать жизнь города. На ФОТО, машинист электропоезда Московского метро Николай Петров. Знак авторского права ФОТО, пресс-служба Московского метрополитена.